Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одной мансардной крыше. Здесь уже производят утепление. Производим утепление не мы. Производит утепление какая-то бригада. Сейчас я вам буду показывать качество выполненных работ. Заказчик и хозяин этого дома, этой мансардной крыши, засомневался в качестве. Сейчас я вам покажу примерно, в чем он конкретно засомневался. И оценим качество утепления конкретно на этой мансардной крыше. Сейчас я переверну. Свет возьмем. Вот этот утеплитель, его сняли. Тут видите, частично утепление есть. Частично утеплитель, который был в крыше, его сняли. Демонтировали. Вот с этой стороны тоже. Если мы посмотрим, здесь уже валяется утеплитель, который был вот здесь вот между стропилами. Посмотрите, какой, например, вот здесь вот широкий шаг. Тут, наверное, сантиметров 90. Что здесь, ну, хорошо, то, что здесь есть вот эта вот пленка диффузионная мембрана. То есть мы к ней можем непосредственно укладывать утеплитель. Вот пленка здесь вот не проклеена. Покажу. Перевернем. Свет. Пленка здесь не проклеена, но ее можно проклеить изнутри. Контрейка здесь всего лишь 2,5 сантиметра, я посмотрел. Утеплитель, которым утепляли, это каменно-вата Rockwell Scandic. Толщиной по 5 сантиметров его брали. Заказчик хочет использовать вот такой вот утеплитель, тепнокнау, толщиной 10 сантиметров. Это минеральная вата. Нарезать его поперек и вставлять вот между стропил. Давайте дальше пройдем. Здесь вот есть вентиляционная труба. Здесь вот идет у нас, ну, вот участок, который не разобрали, не демонтировали. В общей сложности здесь планируется толщина утепления 25 сантиметров. Вот здесь вот видно 20 с тропилкой поперек наших брусок. 50 на 50 обрезной. И, соответственно, идет поперек вот такого вот утепления. Идет пароизоляционная пленка из-за спан-Б. Бюджетный вариант пароизоляционных пленок. Вот. И заказчик, который нанял бригаду, его такое качество работ не удовлетворяет. Сейчас мы давайте на свету. Посмотрим здесь вот. Вот эти вот вмятины. Так, что здесь вот видно вот такими вот комками. Комками. Здесь вот видно, что утеплило не очень качественно. Здесь вот видно, как утеплитель идет. Вот здесь вот вот такие вот зазоры. Здесь вот. Здесь вот идет стыковка. Вот здесь какая проблема у заказчика. Он, в принципе, хочет, чтобы мы ему эту крышу утеплили. Но по срокам мы можем, скажем так, ее утеплить только в январе. Вот. Соответственно, ему... У него дом уже отапливается. И нужно сделать так, чтобы с крышей никаких косяков не произошло. Теоретически я подумал, что... Что вот у него есть перекрытие, да. Вот. Мы подумали, что его можно вот так вот закрыть. Топить только первый этаж, а второй этаж не топить. Но если присмотреться, видно, что это перекрытие. Оно идет каркасное. И сверху идет пароизоляционная пленка. И если... И если в течение месяца, там, или полтора месяца, там, плюс-минус, первый этаж будет отапливаться, соответственно, там есть какая-то влажность. Эта влага будет попадать в любом случае. С учетом того, как мы видим, что уложена эта... Ну, пароизоляционная пленка. Очень некачественно, да. В любом случае туда будут попадать пары. И, соответственно, при перепаде температуры эта пара может конденсировать. И с перекрытием может произойти косяк. Вот. Топить вот такое состояние крыши, ну, я не знаю, тоже, наверное, проблематично. Поэтому в идеальном случае, конечно, заказчику нужно максимально быстро эту крышу утеплять. Так, чтобы он мог уже нормально, полноценно отапливать дом. И чтобы у него, в принципе, ни с какими конструктивными элементами не произошел косяк. Сегодня я приеду домой, подумаю, что с этой кровлей сделать, как лучше, вернее, поступить заказчику. Предложу ему какие-то, дам ему, вернее, какие-то рекомендации, чтобы он уже понимал, что ему лучше делать. Ждать нас, либо максимально быстро закрывать эту кровлю утеплителем. Делать нормальную пароизоляционную пленку. Качественно ее везде приклеивать, чтобы конструкция получилась максимально такой энергоэффективной. Максимально воздухо- и паронепроницаемая. Не могу сказать, что тут вообще все пипец. Прямо все завтра, если так вот утеплить крышу, завтра развалится дом. Но, вернее, судя по одному ролику, который у меня есть на канале про утепление мансардной крыши, когда я примерно показывал такое же качество утепления, мне там ноги напихали по поводу того, что можно где-то что-то позатыкать, где-то что-то подпихнуть, какой-то кусочек утеплителя, и все будет типа нормально. Но не всех это устраивает, такое качество утепления. Поэтому вот есть заказчики, такие же, как я, которые к своей работе и к требованиям вообще каких-либо строительных конструкций относятся более жестко. Соответственно, когда мы плохо выполняем свою работу, может получиться вот такая вот картина. Куча утеплителя вот так вот будет валяться. И строители, которые выполняют вот так вот по качеству работы, они очень часто сбегают со стройки, оставляют свои инструменты, и потом не берут телефон. Поэтому такая вот крыша, небольшой вот такой вот сегодня обзорчик. стройте правильно, чтобы в дальнейшем клиенты нам говорили спасибо, а не сбегали со стройки. Все, всем пока!